здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая вы видите мою довольную физиономию а почему а почему она такая довольная да потому что уже в продажу поступили розы и я конечно стала обладательницей тех роз которые очень хотела как бы возобновить свои посадки и это конечно роза королева елизавета queen elizabeth я уж не знаю сколько компаний будет представлено в этом году в торговле производители этих роз так бы я сказала но уж вот эти коробки всем знакомы даже не буду говорить кто это вы все знаете да и ваша задача выбрать из всего что продается в магазинах то что вы хотите и очень качественный материал это обязательное условие вот чтобы материал посадочный оказался качественным вы должны включите все свое отсюда и вообще везде вы должны думать прежде чем сказать все покупаю отбейте чек значит вытаскиваем вот вам подали такую коробку до вытаскиваем вот эту упаковку ручками потрогайте пожалуйста хорошо ли там корневище такое ли она длинная да вроде как все соответствует истине посмотрите даже на ощупь там влажная почва и это правильно не должно быть пересушенного ничего потому что при транспортировке она очень долгое представьте себе да из сербии из голландии там из других краев идут розы и они сухие но сухой он и и палка сухая вон в огороде торчит это не значит что она потом розы станет значит все здесь все правильно упаковано хорошо корней мы пока не увидим здесь есть очень очень хорошо застегнутая такая затяжка хомутик ее мы снимем чуть попозже когда когда мы увидим что розы проснулись но покупая все-таки осмотрите пожалуйста вверх вот это место прививки видите здесь даже корневая система есть у некоторых веточек это место прививки и оно должно быть чистым без всяких уродливых наростов без всякого того чего вы даже на взгляд не приемлете ничего не должно быть треснуто лопнуто оборвано ободрана и так далее а теперь обратите внимание на стволы вот эти стволики не что иное как и есть прививка культурные розы на шиповне это подвой вот он это привой привой а должен быть облит воском обязательно и если вы потрогаете не надо ничего колупать там пытаться отодрать не делайте этого ни в магазине ни дома вы просто должны посмотреть хорошо ли плотно ли прилегает воск к этим стволикам к этой прививке если у вас под руками вдруг вы почувствуете что воск хлябает значит внутри идет усыхание черенка и он уже вряд ли проснется и выбросит нам те замечательные цветы ради которых мы все это покупаем значит здесь все в порядке очень плотное прилегание никаких претензий нет вообще но некоторые говорят ну там же не видно роза живая или нет ну не совсем так видно если эта роза еще спящая то вот на этой розе уже одна почка проснулась вот она розовая видите она проснулась черенок живой хороший замечательный просто и это пожалуй основное на что вы должны обращать внимание при покупке что же делать дальше вы пришли домой не надо держать розы в тепле очень долго вот все здесь упаковано все уложено все абсолютно правильно сделано значит изготовителем я имею ввиду и что же делать с розами поставить их на окно вот так или убрать их там в какое-то темное место нет мои дорогие вовсе даже нет ваша задача найти место в холодильнике слышу ваши реплики а можно в подвал можно если подвал абсолютно сухой и холодный тогда можно но опять же не просто так розы можно отнести в холодильник и просто их вот так составе нет ни вот так смотрите вот так одна на одну по стеночке вот так вот это было бы правильно а почему так сейчас расскажу вот смотрите внимательно если растение будет стоять вот так в саду в огороде в холодильнике разницы нет питательные вещества поднимаясь вверх так природой определено они придя сюда начнут крутиться верхней части и попытаются распустить эти почки заставить их жить заставить их лопнуть заставить их расти это новые ветки несущие цветы но на дворе это еще февраль и только начало поэтому нам это не надо нам надо чтобы роза любое растение лежа в таком положении до питательные вещества придут сюда в верхнюю часть развернуться и вернуться сюда и здесь они будут крутиться и будут образовывать тем очковатые корешки беленькие которым которые нам вот так нужны это они будут работать они будут кормить розу они те корни вещи которые будут только держать ее это около них должны образоваться мочковатые корни вот разницу почувствуете и в таком положении вы можете держать розу достаточно долго пройдет февраль пройдет и март у нее конечно и в таком положении тоже будут почки пытаться проклюнуться да еще и расти вот если почка вырастет вот в такой расточек как две фаланги пальца значит придет пора пришла пора если они такие высадите их в горшки высокие называется горшок роза либо это какие-то контейнеры я все это покажу когда придет время и вы это все увидите и как обрезать корни и как правильно это сделать все несколько позже ну на этом пока все и до свидания